Всем здравствуйте! Расскажу немножко о камнях для увеличения мужской силы. Все-таки на нашем марафоне могут быть мужчины. А я включила только камни для увеличения женской силы. Поэтому я включаю немножечко таких камней, которые обладают ярко выраженной мужской, янской энергией. Ну а что? Ну начнем, да? Это гелиотроп. Гелиотроп у нас с вами будет, по-моему, на уроке о здоровье. Но его отличительная особенность – это вот такая сила, такая энергия. Энергия стойкости, решимости. Знаете, для тех мужчин, которые хотели бы почувствовать внутри вот эту силу, вот эту решительность. Ключевое его слово – смелость. Это та самая сила, которая помогает трудности преодолевать. Сила и смелость идти туда, куда тебя ведет сердце. Поступать так, как сердце велит. Ну, знаете, точно так же смелость нести ответственность за свои решения, за какие-то свои выборы. Вообще у гелиотропа очень мощная энергия. Поэтому я его включила в урок марафона о здоровье. Он здесь тоже незаменим. Ну и как подпитка для увеличения мужской силы. Прекрасен. Это камень выносливости. Он дает решимость выбраться из полосы неудач. Подняться, снова идти вперед. Он преобразует энергию. Преобразует, знаете как, энергию разочарования в энергию исправления. Это когда у тебя что-то не получается. Не получается, не получается. Ты можешь психануть, все бросить. А гелиотроп, он, знаете, будто такая ощущается, как собранность внутренняя. Когда ты говоришь, ну, что теперь сделаешь? Начну снова. И вот эти силы, они появляются. И силы, и уверенность, и решительность. Вот. Энергия гелиотропа помогает реализовать цели. Потому что гелиотроп – это камень большой стойкости духа. Желание и вера сделать мир лучше, свою жизнь лучше, жизнь близких лучше. Вот. Энергия камушка помогает принимать решения и нести за эти решения ответственность. Ну, знаете, такая вот энергия взросления, камень взросления. Похожа на обсидиан, но чуть другими качествами. Это камень внутренней воли, такого стержня. Камень большой стойкости духа. Камень выносливости, терпения, упорства. Такого несгибаемого стержня, позволяющего проживать, переживать какие-то сложные времена, трудности, стрессы, кризисы. Да и вообще, очень хорош этот камень для тех мужчин, которые чувствуют в себе слабинку, мягкость, какую-то излишнюю податливость. Вот. Для тех мужчин, которые хотели бы быть сильнее, внутреннее, собраннее, решительнее, увереннее в себе. Да. Следующий камень, нефрит. Он у нас тоже будет в уроке о здоровье. Но поскольку у наших камней разнообразные свойства, то для мужской энергии и силы нефрит точно так же незаменим. Это такой же камень силы, стойкости. Энергия нефрита – это энергия внутреннего стержня. Помогает сохранять внутреннюю стабильность, внутренний покой, можно так даже сказать. Находить внутри какую-то такую точку покоя, уверенности. Знаете, ты чувствуешь, что ты можешь из этой точки жить дальше и делать свои дела. Он помогает выдержать любые трудности. Подпитывает хозяина силой и мощной энергией, стабильности. Это камушек, который отношения укрепляет в семье, с родом, с партнером. Это не камень для любовников, это камень для семьянинов, для того, чтобы укрепить семейные отношения. Хоть со своей семьей, хоть со своим родом. Ну что еще? Он нужен для укрепления положения. Для денег мы с вами будем отдельно делать древо. Но хочу сказать несколько слов о нефрите в этом плане. Нефрит – это стабильность. Это такая стабильность, которая ощущается людьми, как вот квадрат. Вот у меня сейчас все прекрасно. И пусть так и будет. И из этого состояния потом можно будет расти дальше. Так вот, нефрит, он сохраняет вот эту стабильность. Материальную, там, какое-то состояние здоровья, отношений. Вот любую стабильность нефрит бережет. Он укрепляет. Укрепляет положение. Укрепляет характер, силы, физическую какую-то выносливость. Он дает вообще большую выносливость при физических нагрузках. Те мужчины, которые много работают, вот он им очень хорош. Усиливает также уверенность в собственных внутренних силах. И так же точно, как гелиотроп, он учит доводить все до конца. Человек чувствует в себе вот эту способность. Да, я могу. И удивляется порой. Да вроде сил не было, но я уже могу. Я доделаю. И причем с удовольствием. Что такое нефрит? Это выносливость и стойкость каждый день. Еще нефрит развивает чувство такого внутреннего самоуважения, внутреннего достоинства. Когда человек понимает, что на себя он может опериться и положиться. Коротко о качествах нефрида. Ясность, скромность, смелость, справедливость, мудрость, опора. Правда же это характеристики взрослого мужчины? И еще один камушек, о котором я бы хотела сказать, это перит. Сразу скажу, перита много не нужно. Достаточно одного кубика на рабочем столе, в кармане, на ключах. Просто где-то дома иметь, смотреть на него частенько, чтобы он был на виду. Либо какие-то несколько бусин в браслете. Перит очень мощный камень. И он может дать переизбыток энергии для тех людей, кто очень эмоционально неустойчив. Бывают люди, которые с полпинка заводятся эмоционально. Вот здесь с перитом надо быть осторожнее, потому что перит может на агрессию даже вывести, если человек эмоции свои контролировать не научился. Но для всех остальных это просто незаменимый камень движения вперед, камень успеха. Ключевые слова его, они так и звучат. Это целеустремленность, успех, решительность. По сути перит это батарейка для пополнения жизненных сил и для реализации задуманного. Потому что перит один из камней удачи, успеха и один из камней для привлечения денег. Цитрин, перит это вот сладкая парочка денежная. Ну а почему я этот камень включила сюда для мужчин? Потому что здесь энергии мужские. Перит стопроцентно энергия Ян. Стопроцентно перит это мужской камень. Так же как у нас с вами жемчуг, женский камень стопроцентно иньский, так и перит стопроцентно мужской. Он наделяет духовной мощью, бесстрашием, целеустремленностью, упорством. Батарейка, накопитель силы, накопитель энергии. Очень сильный камень для активности в жизненной позиции. Он дает в хорошем смысле амбициозность, веру в себя. И это очень лидерский камень. Понимаете, вот для тех мужчин, кто хотел бы показать себя, да, с перитом вас сразу заметят. Да, и начальство, и окружающие. Перит он выделяет человека. И он способствует самовыражению через действия. Помогает преодолевать страхи, лень. То есть от слов переходить к делу. И он запускает желание действовать. Точно так же, как и два предыдущих, минерал повышает работоспособность. И вообще общий тонус организма. И настраивает на положительные эмоции достижения. В отношениях перит, он будет очень хорошо способствовать возрождению страсти между партнерами, супругами. Потому что перит это пылкость. Пылкость в чувствах, страсть. Он очень хорошо влияет на потенцию. Он очень мужской камень. Поэтому, если кто-то из мужчин решит добавить в свой рисунок перит, добавляйте немного. Добавляйте, чтобы он не главенствовал в вашем рисунке, но присутствовал. И понимаете, что когда вы будете вносить ресурс перит, вы, конечно же, скажете, для чего вы туда его... Ну, то есть, вы наполните смыслом свой ресурс перита. Например, если вы кружочек рисуете, шарик, вы говорите. Смысл какой вы вкладываете в это. Отдельно хочу сказать вам еще, мужчинам дорогим, на что вы можете оставить розовый кварц. Вы можете оставить родохрозит, вы можете оставить родонит. И гранат вы можете оставить. Если вам не хватает страсти и перит вам не нравится, оставляйте гранат. Он точно так же, как для женщин, так и для мужчин раскрывает внутреннюю суть сексуальности, привлекательности, харизмы какой-то. Если наоборот, бывают у нас такие мужчины суровые, такие внутренне сжатые, внутренне нацелены на что-то, и они прям как стальная пружина. Вот таким я бы советовала добавить розовый кварц, чтобы было больше проявления нежности внутри, чтобы нежность через вашу суровость тоже просвечивала больше. Все-таки мягкость и нежность мужчинам, она нужна. Она украшает мужчин, добавляет тоже какую-то харизму к их суровости. Родохрозит, пожалуйста, камень доверия. Люди будут видеть, близкие будут видеть, что вы доверяете, что вам можно доверять. Точно так же и родонит можете добавить, соединив родовые связи, получив заботу, если вы чувствуете, что о вас никто не заботится, или вы чувствуете, что хотели бы больше заботы от окружающих. Добавляйте и родонит тоже. То есть все те камни, которые у нас для женщин, для женской силы, вы можете их применять для себя. Но я отметила вот еще три камня, которые вы можете добавить. Гелиотроп, нефрит и перит. Они бы вот добавили вам какой-то такой мужественности, если этого вам не хватает. Если этого в избытке, то, пожалуйста, оставляйте все те камушки, которые для женщин хороши. Они будут и для вас тоже хороши, для качеств, характера. Вот так скажем. Ну вот, удачи нам всем и до встречи.